И это седьмая золотая награда для норвежки, она становится... А вот и Анна Нечаевская, бог с ними, с норвежками, пусть радует... Эти ребята сотворили чудо, сделали невозможное. Сразу три медали олимпийской пробы принесли только лыжники из Татарстана. Андрей Ларьков и Анна Нечаевская. Впервые в спортивной истории республики. Правда, объективности ради стоит вспомнить олимпийских чемпионов, знаменитую лыжницу Ольгу Данилову, уроженку Бугулимы и чемпиона Саппора в мужской эстафете Федора Симашова, родившегося в Заинском районе. Но если уж быть точными до конца, тогда эти прославленные спортсмены представляли другие регионы. Впрочем, Федора Симашова в Заинске чтят и по сей день. Именно в честь знаменитого лыжника-земеляка здесь проводятся ежегодные всероссийские соревнования среди девушек и юношей. На этой неделе старты открывали с особым чувством. На наших глазах вчера, сегодня происходят великие дела. Именно наша родина, именно наша страна, несмотря на все тяжести, которые происходят, а мы свидетели всего этого, и наши спортсмены, никто не испугался. Этот успех нельзя назвать случайным, в один голос говорят все эксперты. Татарстан за последние несколько лет сделал настоящий прорыв в лыжном спорте. А центр спортивной подготовки Ялтезай по праву считается лучшим в России. Сегодня он готов принимать соревнования самого высокого ранга. У нас комплекс в себе подразумевает и лыжные трассы, которые имеют международный сертификат, место подготовки лыж, проживание, питание. То есть мы этим центром охватываем весь спектр, скажем, необходимой инфраструктуры для проведения всероссийских, республиканских, ну и, возможно, международных даже соревнований. У нас сейчас это как единый механизм. Каждый занимается своим делом. У нас созданы все необходимые условия сегодня. Построено 14, уже сданного эксплуатации, 14 мобильных лыжных баз. Блестяще справился, просто блестяще справился. Он перевыполнил ту задачу, которая была поставлена. Ему была поставлена задача, чтобы он проиграл не менее 10 секунд. А когда от норвежцев оторвались с полторанином на 18 секунд, вы сами понимаете, он просто совершил пот. Все наши медалисты, сплошь вчерашние юниоры у России. Самая молодая команда на Олимпийских играх. Вчерашние мастера спорта, я бы сказал, как спортивный термин, разорвали весь мир и доказали, что мы намного способны. Молодец, слушай, она завершающая свою десятку, она выполнена на все 150%. Андрей Ларьков – это наш дорогой родной, как и Анна Нечаевская. Он просто сделал то, что должен был сделать. Особенно рады за Андрея Ларькова на его малой родине, в родном Зеленодольске. Ведь именно здесь он начинал свой путь в большой спорт и фактически состоялся как зрелый мастер. Первый учитель физкультуры вспоминает, как парень разрывался между музыкальной школой и спортом и как именно физрук убедил его твердо встать на лыжню. Здесь старшеклассник Ларьков с друзьями обсуждал Олимпиаду в Турине. Благодаря его победе сегодня весь лицей говорит уже о Пхенчхане. Конечно же болела за Андрея Ларькова. Я, конечно, немного расстроена, что он занял второе место, но он все равно молодец. А учителя считают, что спортивные достижения Андрея – заслуга родителей. Это они никогда не мешали его вечным тренировкам, буквально жили ради сына. Доходило до курьезов. После последнего звонка всем классом мы отправились праздновать это событие. Как всегда у нас Андрея Ларькова не было. Вместо него были на этом празднике мама и папа. Даже на пустном вечере. А он был, как всегда, на сборах. Близко знающие Ларькова люди говорят, что сам он вряд ли обрадуется внезапно обрушившейся на него славе на родине. Андрей слывет молодым человеком крайне скромным и не слишком словоохотливым. С нетерпением мы ждем в Татарстане и нашу Анну Нечаевскую. Эта девушка на лыжне была неподражаема и буквально вырвала бронзу для нашей команды в эстафете на последнем этапе. Но приподнятое настроение нынче не только в лыжных центрах Татарстана, но и в спортивном комплексе юбилейный, что в Альметьевске. Именно здесь начинала свой путь в фигурное катание еще совсем маленькая Алина Загитова, олимпийская чемпионка Пхенчхана. Да, в Ижевске Алина делала первые успехи в этом красивом виде спорта. Но именно Домира Пичугина в Альметьевске фактически стала для нее первым тренером и хореографом в одном лице. Она отличалась от девочек тем, что была очень музыкальная, прыгучая и растянутая. То есть с ней, видимо, дома занимались родители. Видно было, что это бриллиантик, который надо было обрамить и выпустить свет, и она засияла всеми цветами радуги. Станет ли грандиозный успех Алины Загитовой стимулом для развития фигурного катания в Альметьевске и в других городах Татарстана? Пойдут ли в секции лыжного спорта мальчишки и девчонки, вдохновленные примером Андрея Ларькова и Анны Нечаевской? Все это вопросы из разряда риторических. Какие еще могут быть вопросы и ответы? Вы только вглядитесь в эти глаза и послушайте этих юных фигуристок. Просто нравится кататься, трудиться. Она вышла первый раз на Олимпийские игры, но по ней не скажут, что это ее первые игры. Она как будто бы 10 лет уже откатывает. Умница. То есть ноль волнения у нее вообще. Тимур Викморзин, Михаил Любимов, Ильшат Мухаметов, Ринат Сафин, Фаад Гассин, Булат Шафигулин. 7 дней.